Уважаемый зритель. Для начала подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. В России и сопредельных странах высшей мерой наказания за преступление давно является пожизненное заключение. Расстрел повсеместно был запрещен всеми первыми президентами стран СНГ, кроме Белоруссии, еще в начале 90-х годов, когда новая власть старалась продемонстрировать миру тягу к общечеловеческим ценностям, демократию и стремление стать частью цивилизованного мира. Теперь серийные убийцы, манеки, террористы и прочие душегубы обречены заживо гнить, ожидая своего конца, в полярной сове, вологодском пятаке или черном дельфине. Воры в законе, для которых по определению тюрьма должна быть домом, тем не менее, довольно редко оказывались в казематах до конца жизни. Настоящие воровские статьи довольно короткие несколько лет. Именно поэтому на языке воров кратковременное отсутствие на свободе получило называние командировка. Они могли следовать одна за другой. Ворам добавляли застроптивость или побеги дополнительные сроки, складывая в одно целое десятилетие заключения. Исключения из правил всегда были, но с 2014 года нет воров в законе, которым судом определен безнадежный пыш. Последними, кто испытал на себе все прелести пожизненного заключения оказались Артур Агисит, Ерошевский, и Солиный, Михайлов. Оба умерли в заключении в 2014 году с разницей в двух месяца. Вор Солиный старшим из вторых умерших воров был Солиный. Он родился в 1960 году в Ленинске-Кузнецком, первый раз попал на малолетку. Потом командировки шли одна за другой, иногда с интервалом всего в одну неделю. В конце 1987 года в Златоусте воры Сергей Бакинский, Кукунян, Аркан, Цандеков, и Узбек, Якушкин, приняли его в семью. Солиный продолжал путешествие по зонам в новом статусе. В 1992 году Спортованина его доставили в колонию Ангарска, славящуюся своим жестким порядком. За несколько лет до Солиного там сидел знаменитый Япончик, Иваньков. Своенравный вор не стал мириться с наездами администрации и у него быстро случился конфликт с активистами. Япончик воткнул ножницы в глаз бугру, пытавшемуся во что бы то ни стало заставить вора работать. Непокорному москвичу добавили срок и перевели на исправление в спецтюрьму Тулуна, где система исправления пыталась организовать фабрику поломки. Судьба Солиова оказалась почти такой же. Только его конфликт окончился не травмой соперника, а тремя смертями. Вместо Тулуна он навсегда попал на Вологодский пятак. Вор в законе убил майора начальника производства и еще вторых завхазов из числа заключенных. В 1993 году Солиный услышал страшный приговор, а в апреле 1994 года оказался на острове Огненном в Вологодской области. Его поступок в Ангарске оброс легендами. Молва говорит о том, что Солиный получил маляву от упомянутого ранее япончика, в которой ставился под сомнение его статус. Дело в том, что двое из его крестных отцов оказались непризнаны воровским сообществом. Действующие полномочия были тогда только у Аркана, но одного законника недостаточно для принятия такого важного решения. Япончик предложил Солиному не объявляться и немного подождать до большой воровской сходки, на которую он обязательно поставит вопрос о нем. Серого Бакинского уже не было в живых. В 1992 году он погиб в Адыге и в перестрелке с милиционерами. Узбек был жив, но против него выступил даже сидевший с ним вместе в Златоусте Аркан. Он так сильно накосячил, что до своей смерти от онкологического заболевания в 2004 году, даже не заикался оспорить вынесенное по нему решение. По легенде Солиный сильно оскорбился. Прочитав маляву, психанул и решил не дожидаться никаких сходок. Он зашел на промзону и заштырил попавшихся ему под руку начальника и еще вторых козлов. Так все было или иначе неизвестно. Когда Солиный отсидел в общей сложности без перерыва 20 лет, друг япончика влиятельнейший вор Дед Хасан, Усайян, пытался через свои связи посодействовать пересмотру судебного решения и добиться освобождения узника Вологодского пятака. Солиный ненадолго пережил Хасана. В начале июля 2014 года его с острова Огненной перевели в Вологодскую тюремную больницу, но было уже поздно. Раг дойдал тело вора. 13 июля 2014 года Солиный скончался, отсидев непрерывно почти 35 лет. Гроб с телом вора доставили в Кемерово. Похоронить брата приехали воры в законе Блондин, Баркалов, Каля Томский, Кузьмичев и Юра Баранов. Для последнего это было последнее появление на воровском мероприятии. К 80 годам жизни он отошел от понятий и сегодня спокойно доживает свои дни где-то в Санкт-Петербурге. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. Продолжение следует...